Уважаемые братья и сестры, на сегодняшний день мы знаем много, есть разных университетов, где готовят хафидов в Куране, где изучают Куран во всем мире, в России есть Тахфид в Казани, где готовят хафидов, есть в Тунисе, в Саудовской Аравии, в Египте и так далее. Но самая первая школа по изучению Курана это Макам Аркам ибн Аби Аркам, ас-сахаби Сагир, юноша, сподвижник, был ему 16 лет, это его дом, Аркам ибн Аби Аркам. Вот этот Аркам ибн Аби Аркам, там скрывались посланник Аллаху с первыми людьми, которые приняли ислам, это как Абу Бакр, другие сахабы, скрывались ибн Аби Аркам тоже принял ислам и у него дома 3 года было да'ва сирия, скрытый призыв. Там они изучали Куран, то что не посылалось посланнику Аллаху салам. Посмотрите, Субханаллах, какое величие Аллаха, самый первый дом изучения Курана Аркам ибн Аби Аркам. Аркам ибн Абир Аркам был 16 лет, он из кабели, из клана Бану Махзум. А Бану Махзум это самый такой клан, такой дом в Мекке, которые объявили войну посланнику Аллаха салаллаху салам. Из них Валид ибн Мухира, Абу Джахль, Хариф ибн Хишам. Это те люди, которые объявили войну посланнику Аллаха салаллаху салаллаху салам, они тоже из Бану Махзум. Однако они с ними воевали, объявили войну, при этом они не знали то, что их дом, дом их клана, их тейпа, их кабели, там у них изучается Куран, самый первый кружок Курана. Поэтому Аллах создаёт, делает всё, что пожелает. И именно в их доме, то есть, первый это был дом, где изучался Кур'ан. В Исламе самая первая школа по изучению Кур'ана, это дом Аркама ибн Аби Аркама. Самое первое поколение Кур'ана, это поколение, то, которые были вместе с посланником Аллаха в этом доме. Теперь, курайшиты, когда смотрели на Кур'ан, они не поверили. Не поверили, что это каляму Аллах, то, что это откровение от Аллаха, то, что это речь Аллаха, субхану Аллаху, на сабуху илляль-Аджам, илляль-Яхуд. Они хотели приписать Кур'ан к иудеям, хотели приписать Кур'ан к иностранцам. Говорили, что это асятируль-аввалин, то, что это сказки, которые были придуманы до этого. Ибн Харит был такой, он говорит, противник, посланник Аллаха, саламу Аллаху, я тоже могу вам прочитать и рассказать так, как вам рассказывает Мухаммад. То есть, тоже могу придумать. Ну, Аллах тогда, субхану Аллаху, сказал, они говорят, что ты его придумал. Ответьте, Мухаммад, если я его придумал, то вы придумайте подобно Кур'ану, хотя бы одну ссору и просите при этом помощи у кого пожелаете, помимо Аллаха. Но так это не случилось. Поэтому, когда они сказали асятируль-аввалин, это истории, придуманные до этого, Всевышний Аллах, субхану Аллаху, не спасал аят из ссората-ль-Фуркан. Всевышний сказал, они сказали, это истории, придуманные до этого, то есть сказки, да, которые он сам написал, который не спосылается ему, читается ему утром и ночью. Коль, Мухаммад, скажи, не спасал это, то, что вы говорите, что это сказки. Этот Кур'ан, эти аяты не спасал тот, кто знает, скрытые и явные в небесах и на земле. То есть, тот, кто не спасал этот Кур'ан, он прощающий, милосердный. Также, Кур'ан, он защищает слабых, только те, которые хотят получить помощь. Кур'ан их защищает. То есть, Арад такой был сподвижник, Хаббаб ибн Арат, сподвижник, посланник Аллаха, работал он у Аса ибн Аса. Работал он у него, и когда сделал, то есть, такие работы, там, как плотником работал у него, такие домашние работы у него выполнял, то есть, то, что он ему говорил. И тогда, когда он пришел к нему, то есть, когда за зарплату пришел, он сказал, я тебе не заплачу, пока ты не сделаешь куфр Мухаммада, пока ты не отрекнешься от религии Мухаммада, то есть, он тогда ему сказал, несмотря на то, что он нуждался в деньгах, он сказал, клянусь Аллахом, я не сделаю куфр, я не предам Мухаммада, поясни, Аллах тебя умертвит, потом он тебя оживит. И тогда Ас, вот этот, который он ему должен был заплатить зарплату, ответил ему с пренебрежением, с высокомерием. Он сказал, что я умру, потом воскресну. То есть, как это может быть? Хаббаб ему ответил, да. И он ему ответил с пренебрежением, тогда подожди, пока я умру, потом воскресну, потом, говорит, у меня будет возвращено мое имущество и мои дети, я тебе тогда расплачу с тобой, отдам тебе твою зарплату. То есть, с таким высокомерием, с издевательством сказал, И Всевышний Аллах не спасал аят в этот момент, этим аятом ответил этому Асу, и утвердил сердце на пути ислама, хаббаба. Испасла Аллахиат, пророку Мухаммаду, صلى الله عليه وسلم, أفرأيت الذي كفر بآياتنا, وقال لأوتين مالا, وَوَلَدًا أَبْطَنَعَ الْغَيْبَ أَمِتَّ خَدْعِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُمُ مَا يَقُونُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُونُ وَيَأْتِينَا فَرُودًا Испаслал эти аяты Иссураты Марьям, где Всевышний Субханаму А.Т.А.Ле сказал, не видел ли ты того, который не уверовал в наши знамения, в наши аяты, и сказал то, что мне будет дано богатство, имущество и дети, то есть мне будет это все возвращено. أَبْطَنَعَ الْغَيْبَ أَمِتَّ خَدْعِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا То есть Аллах Субханаму А.Т.А.Ле говорит ему с удивлением, то есть он что, увидел скрытое что-то, как он так может утверждать? Или он взял у Аллаха Субханаму А.Т.А.Ле договор, в заключе с Аллахом Аллах ему обещал, كَلَّا Севышний говорит, нет же, أَبْطَنَعَ الْغَيْبَ أَمَدَّ И я дам ему протяжное наказание. То есть мадда, даже тот, кто изучает таджвид, есть правило мадда, мадда это протяжка. То есть имеется в виду, не просто будет наказание, а долгим, длинным будет его наказание. أَبْطَنَعَ الْغَيْبَ أَمَدَّ И придет он, то, что он сказал, он заслужит, и придет в судный день передо мной отвечать один, говорит Севышний Аллах Субханаму А.Т.А.Ле. То есть Аллах мне послал эти аяты в поддержку Хаббабу и ответ Асу.